Так, друзья, меня просто порвали вопросами, как жить в Херсоне, как там наступление украинской армии, да никак, вот все, что могу сказать. То есть я четыре дня отвечаю на одни и те же вопросы, что здесь все тихо, все в порядке, нет каких-либо проблем с безопасностью. Вы видели, что ходят троллейбусы, ходят люди, естественно, маршрутки, сейчас вам свернем, покажу. Ну, естественно, проблемы какие-то есть. Ну, в первую очередь, что это такое? Проблемы со снабжением, проблемы с топливом, об этом я много раз говорил, это надо решать. Украинские предприниматели боятся работать с россиянами, потому что им за это светит 15 лет. И, как минимум, у них, да, то есть, если кто не понял, по украинским законам, все, кто работает по новым украинским законам, все, кто работает с россиянами, это пособники считаются, не знаю, кто, с точки зрения украинской. В общем, им за это светит 15 лет тюрьмы. Ну, как минимум, вы понимаете, что предприниматель боится, что у него отожмут после этого вообще всю собственность. И, не знаю, местные порядки, я думаю, что так оно и есть. Чем опасна вот именно вот эта вот атмосфера запугивания предпринимателей? Тем, что у многого бизнеса есть активы в остальной Украине. То есть, это и наличие счетов в банках, и с хранением средств, и, если речь, то это складских услугах, филиалов в других городах. Поэтому, если местный бизнес, будь то заправка АЗС или торговые сети, склады, начинают работать с российским бизнесом, то они могут с огромнейшей долей вероятности почти наверняка лишиться собственности в других уголках бывшей страны Украины. Поэтому, также стоит отметить, что люди запуганы. То есть, для Украины это норма, это страх. То есть, нам, россиянам, этого не понять. То есть, нас, украинцы, считают зомбированными, то, что мы там не можем выходить на митинг, мы не можем там скакать на площадях. Вот, и якобы это, они свободны. На самом деле, для Украины очень характерен страх. Они, украинцы, они боятся, что за ними придут. То есть, если это, не дай бог, вообще какие-то пророссийские активисты, то тех, за кем не пришли в 2014 году, люди сейчас просто дико боятся, что за ними придут. Если у них есть родственники в других городах Украины, то они боятся, что после нахождения в Херсоне освобожденном, что придут за родственниками в остальной Украине. Для меня этот страх, он в принципе, я его не понимаю, но он есть, он везде чувствуется. То есть, люди боятся, что государство, бывшее Украина, им отомстит. За что, непонятно. То есть, они не делают ничего плохого. Они просто живут в Херсоне и боятся, что им прилетит. И, повторюсь, нам это не ясно. То есть, я не могу даже объяснить на каких-то примерах, то что вот у нас, россиян, такого страха нет. То есть, это, ну, может быть, знаете, чтобы вы поняли, я не знаю, как если бы вы работали в фонде ФБК, там, Навального, но и после вот всех этих событий ждали, что за вами придут. Вот здесь то же самое, но в масштабах всей страны никто ни с кем не работал. То есть, люди просто запуганы. Вот сейчас вы видите улицу в Херсоне. Стоят маршрутки, повторюсь, ездят машины, идут люди. При том, что стараниями украинских, в первую очередь, торговцев, топливо здесь сейчас продается по, так, это 80 гривен, почти по 200 рублей. То есть, там, ну, может быть, от 160 до 200 рублей. Представьте, конечно же, много машин встало на прикол. Люди, естественно, видя вот этот все бардак с дефицитом и прочим всем, стараются уехать из города, но, повторюсь, это именно проблемы снабжения, которые, в первую очередь, вызваны именно поведением самих, самого украинского бизнеса. Сейчас мы с вами проезжаем автовокзал. Автовокзал не работает. Пути выезда из города, для тех, кто хочет, это вот только частыми машинами, скооперировавшись. Ну, наверное, в автовокзал не работает то, что нет топлива, повторюсь. Вот вам еще виды мирного Херсона. Поэтому, опять же, довольно много машин. Много людей на улицах. Город живет относительно мирной жизнью. Относительно мирной, повторюсь, в первую очередь, из-за проблем со снабжением. Вот сейчас, может быть, вы увидите. Это очереди продуктовые. Не знаю, заметили вы ее, наверное, заметили. Давайте отдельно отметим, почему стоят очереди в продуктовый магазин. На рынках есть вообще любая продукция, даже разливное пиво можно купить. Но цены взлетели в три раза. Соответственно, в магазинах цены ниже. То есть их там стараются держать. Поэтому народ выстраивается именно в очереди в магазину. Это вот очереди были в банкомат. Народ выгребает последние гривны из банкомата. Опять же, вот сейчас обратите внимание, какое количество людей на улицах. Надеюсь, вам будет видно, камера передаст. Опять же, работающие маршрутки. То есть город живет абсолютно мирной жизнью. То есть я, честно, вот не стал бы записывать на данный момент шестиминутное видео из разных концов Херсона. Если вы обратили внимание, я ставлю камеру на паузу и передвигаюсь по разным концам города, чтобы подснять именно общую атмосферу. Я думаю, что я бы просто не стал бы опровергать очередной бред Арестовича, если бы мне не написало, я не знаю, человек 30, наверное, в личку, не позвонило знакомых моих, просто подписчиков со словами, что у вас там творится. То есть вы оставляете Херсон. Вот опять же, мы подъехали к очередному рынку. Это рынок Таврический. Вот вы видите, как торгуют, как в нашей 90-е с машин. То есть это челноки, которые проехали в Крым или, ну, может быть, даже кто-то в Николаевской области слышал, там народ продирается через снегиревку как-то. Вот на таких вот малых машинах привозят какую-то еду. Ну и дальше, соответственно, продают здесь. С трехкратной наценкой, повторюсь. Макароны с 50 рублей выросли до 180, то есть больше, чем в три раза. Сахар тоже по 200 рублей за килограмм здесь продается. Хотя сахар здесь вроде свой есть. Мука тоже выросла безумно. Хотя мука здесь тоже вроде как местная и должна быть дешевая. Наоборот, ее там раньше возили в Крым продавать. Отдельно, друзья, хочу, не знаю, обратили ли вы внимание или нет. Я вот с одной рукой держу камеру, другую рулю, слава богу, автомат. На качество дорог Херсоне. Это явно не последствия украинских... То есть не российского присутствия. Это последствия присутствия 30 лет Украины. То есть дорога просто убита в хламину. Машину очень жалко по ней гнать, потому что удары в подвеску, можно порвать колесо. Ну, может быть, вы видите, как трясется именно камера от всего вот этого, от этой езды. В городе работает коммунальный транспорт. Вот проехал мусоровоз. Мусор вывозится довольно оперативно. Сейчас я с вами... Мы доедем до окраины Херсона. Я вам выйду из машины, дам послушать, что вокруг тишина, что нет прилетов артиллерии, нету там, тем более, звуков стрельбы. Сейчас вот мы едем на выезд из города, повторюсь. Здесь вот редкая заправка, на которой есть топливо. Ценники я не успел различить какой там. Сейчас вот мы будем проезжать мимо, пожалуй, единственного... Единственное такое эхо войны, которое было, это спаленый гипермаркет-фабрика на месте бывшего какого-то торгового комплекса, промышленного здания, завода. Его спалили сами же тербатовцы, пытаясь остановить именно вход российской армии в начале марта. Если вы где-нибудь увидите... Вот если вы где-нибудь увидите кадры этого здания в подтверждении того, что там в городе идут бои, то ни в коем случае не верьте. Я думаю, что с украинских товарищей это станется. Подобные кадры рано или поздно выкинуть. Потому что других каких-либо подтверждений о боях в городе у них не будет. Им рано или поздно придется переходить к такой абсолютно лютой дезинформации. Потому что долго вот кормить народ вот этими слухами о вторжении украинских войск или запугивать народ, о чем я говорил в начале, у них не получится. Сейчас мы с вами едем на выезд из города в направлении Каховки, на объездную, в сторону объездной. Вы видите, что в направлении выезда из города все свободно, машин нет, нет очередей, то есть нет какого-либо бегства массового. То есть наоборот, машины идут навстречу. А вот, кстати, вывеска, что мы добрались до Херсона, до выезда из Херсона. Будем парковаться. Так, вот при вас вон выхожу из машины, на паркинг забыл поставить. Полная тишина. Распаханные поля, кстати, не знаю, видите вы или нет, подойду поближе. Теоретично, кстати, началась пассивная. Я говорил, что она сорвана, но есть довольно высокий шанс, что она состоится. По крайней мере здесь вот распахали. Вы можете слышать, что абсолютно тихо. Едут коммерческие автомобильчики, маленькие каблуки. Они поехали, скорее всего, либо в Крым закупаться, либо, наоборот, закупились в Херсоне, по малым городам, типа Краховки, в Голой пристани той же, там повезли развозить продукцию. Сейчас обойду машину вокруг. Вы видите, что, повторюсь, полная тишина. Сейчас подальше. Ну, я уже отходил от машины, вы слышали. Идеальная тишина. Ни взрывов, ни раскатов, ни тем более стрельбы. Город живет абсолютно мирной жизнью. И надо отметить, что, на мой взгляд, херсонцы понимают, насколько им повезло, по сравнению с Мариуполем или другими городами, что здесь не было войны. Что город целый. Проблемы со снабжением, они будут решены, естественно, и с продовольственными товарами, и с горючей смазочными материалами, и с топливом. Но главное, что войны здесь нет и не будет. Поэтому надеюсь, что вот этот 12,5-минутный обзор по херсону, он ответил на ваши вопросы. Я завтра постараюсь выехать в Николаевскую область, если смогу вырваться по работе в первую очередь, и отснять ролик оттуда, что там наши войска тоже оттуда никуда не уходили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...